Врач-нутрициолог, кандидат медицинских наук. Здесь написано скромно, но там в регалии гораздо-гораздо больше. Все его знают. Это является учителем для многих. Вячеслав Антелевский. Добрый день. Я вот думаю, Марина Евгеньевна уже все рассказала, что я собирался рассказать. Прошу прощения. Только другими словами, безусловно. Применением других образов и так далее. Может, перейдем к вопросу? Хорошо. По сути дела, это тоже немножко необычно, потому что подобные лекции я обычно считаю на старте дня. Для того, чтобы потом тематические лекции заходили проще. Потому что, по сути дела, лекцию, которую я изначально планировал читать, я ее называю словами врачей-физиотерапевтов «входом в волну». В физиотерапевтических технологиях применяется такой термин, когда назначенная доктором-физиотерапевтом дозировка тех или иных воздействий физиоприборов никогда не назначается сразу в терапевтической дозе. То есть, начинают с малой дозы и постепенно доходят до той оптимальной. Почему? Просто для того, чтобы уменьшить вероятность обострения физиологических методов оздоровления. Давайте начнем. Вот что я хотела сказать. Зачем одну и ту же лекцию, по идеологии, переслушивать, возможно, несколько раз? Сразу хочу сказать, я одинаковых тоже лекции читать не умею. Мне немножко помогает презентация, но не сильно. Потому что все равно каждый раз применяются какие-то новые образы. Эта лекция нужна, в первую очередь, для того, чтобы у вас появилось достаточно большое количество образов и аргументаций, которые вы сможете предложить человеку в рамках работы с возражением, когда он вас об этом спросил. То есть, для того, чтобы вы могли более четко и полноценно в работе с возражениями иметь всю структуру, то есть, именно тогда, когда человек у вас спросит, а почему, а что. То есть, вы работаете, работаете, на тот самый вопрос вышли, и вот появляется у вас фактический материал. Так, начнем с чего? Начнем, скорее, с того, ну, еще раз проговорим моменты, связанные с тем, где мы сейчас живем. Опять же, почему об этом надо говорить? Потому что одно из самых распространенных заявлений в виде возражения, которые исходят от людей, с которыми мы работаем, да, то есть, моя бабушка там, в кавычках, дедушка, да, то есть, жили сто лет, и, соответственно, никаких бадов не пили, и все у них было хорошо, да? То есть, я раньше, знаете, как говорил, они спрашивают меня, вы со мной согласны, я говорю, да, безусловно, согласен, и что? Ну, вот и я, а что и я? Ну, хорошо, давайте, у вас есть машина времени? Нет. Ну, вот если бы вы сейчас сели в машину времени и вернулись туда, в эту жизнь, да, то есть, и там бы жили, да, то есть, некоторые говорят, ну, еще мой дедушка курил, да, то есть, и тоже прожил там 80, не знаю, 3 года, да, то есть, во-первых, сколько он курил, во-вторых, во-вторых, что он курил, а самое главное, да, что он, каково было его здоровье все это время, да, то есть, с точки зрения ресурсов, по сравнению с тобой курящим, да, это совершенно разные вещи, вот, и поэтому для человека, в первую очередь, надо провести такую, как бы, очень жесткую ремонтировку для того, чтобы он понимал, где он сейчас находится, где находились его бабушки тогда, да, потому что вообще я всегда, я говорю о том, что нутрициология – это ответ на вызовы времени, то есть, она появилась не от того, что кто-то стал сильно умнее и нечто придумал, нет, появилась необходимость, да, то есть, появились вызовы, с которым пришлось что-то делать, да, то есть, поэтому это, да, безусловно, ответ на вызовы. Ну, первый, как вы понимаете, аргумент – биологически пустая пища и, соответственно, причины, почему это так, да, то есть, первое – это идентификация сельского хозяйства, да, то есть, и в рамках идентификации есть технологии, да, то есть, которые, соответственно, и делают наше современное питание менее ценным с биологической точки зрения. Минеральное удобрение, все понимают, почему минеральное удобрение уменьшает биологическую ценность пищи? Или нет? Нет, казалось бы, да, то есть, каким образом минеральное удобрение могут уменьшать биологическую ценность? Все, в общем-то, достаточно просто. За счет минеральных удобрений, да, то есть, добились кратного увеличения урожайности с одной и той же земли, да, а мы все понимаем, что растение представляет из себя очень сложный набор различных веществ, которые не ограничиваются вносимым в землю азотом фосфором и калием, да, то есть, их там намного-намного больше. Вот, и, соответственно, если мы увеличиваем кратно урожайность, да, то есть, то, соответственно, кратно остальные вещества разбавляются в этом объеме. А люди в среднем сегодня едят меньше по объему, чем раньше. Ну, в силу того, что по сравнению даже с нашими родителями, вот моим сейчас, допустим, по 81-му году, да, мы двигаемся в десятки иногда раз меньше, да, чем даже наши родители. Соответственно, энергопотребность наша падает, количество еды, которое мы едим, тоже уменьшается. Ну, как бы, я имею в виду, с точки зрения субъекта, а не человечества, да, вот. И получается, что мало того, что мы уменьшаем количество продуктов, которые мы едим, просто нам столько не надо, да, то есть, мы еще и получаем их биологически малоценными. Ну, монокультурное возделывание, да, то есть, очень удобная технология, она тоже, как бы, снижает биологическую ценность. Опять же, по очень простой причине, растения в обычной, в природной жизни никогда не растут, практически никогда не растут в монокультуре, да, то есть, они растут в симбиозах, за счет симбиозов, собственно говоря, они поддерживают и обмениваются различными веществами. Они же за счет симбиозов поддерживают стопич популяции по отношению к вредителям, болезням и так далее. Если это монокультурное возделывание, то и вредители туда придут более вероятные, и болезни, вероятно, будут повреждать эти структуры намного выше. Поэтому с этим необходимо бороться, но я тоже про другое. Ну, внедрение генномодифицированных продуктов – это отдельная тема, вот. Ну, сейчас не буду ее активно касаться, но все же. Следующий аспект – это рафинирование продуктов питания, да, то есть, под рафинированием мы… Слово такое интересное, мы вроде как понимаем его как улучшение, да, то есть, но, я думаю, с другой стороны, мы тоже прекрасно понимаем, что нельзя сделать килограмм-килограмме или литр-литр, да. Есть эталон, да, то есть, есть естественный продукт, который несет на себя, в себе некие эталонные качества. Если мы его меняем, неким образом освобождая от тех или иных веществ, если мне речь не идет о токсичных веществах вообще, да, то есть, таким образом мы его так или иначе объединяем. С какой целью это происходит? Это происходит с одной, по большому счету, единственной целью. Касается, в основном, от алипидных продуктов, ну, то есть, это растительное масло, например, да, то есть, касается это злакового культета. Причина очень проста – это уменьшение логистических потерь при хранении, вот и все. Да, потому что, если этого не сделать, то, соответственно, их надо будет хранить определенным образом. Вот, обратите внимание, вот, про Советский Союз, например, да, в каждом колхозе было раньше что? М? Овощехраничка, да, было элеваторное зернохранилище, да, то есть, что это такое? Это была специальная система, которая почти 24 часа в сутки это зерно поднимала, сбрасывала, поднимала, когда-то это стойки стоят, помните, сбрасывалась для чего? Для того, чтобы оно не, будучи живым, не перегрелось и не загнило, да, то есть, из-за влаги дополнительного влаги. Вот, видели сейчас элеваторов по колхозу? Почти нет. А все очень просто, их просто завозят сразу на завод, и это зерно перемалывают в муку, которая хранит, она мертвая уже, все, да, там, живого ничего нет, которая хранит намного проще, да, то есть, причем, при этом, избавляя зерно, от зародыша, так называемая энтоспермия, да, это для чего? Опять же, потому что там находятся липиды, которые окисляются кислородом воздуха, и мука становится горькой, вот и все, да, то есть, и таким образом делается, ну, как бы, уменьшаются логистические потери. Технологии длительного хранения преждевременно снятых плодов. Я думаю, мы все прекрасно понимаем, что растение, которое делает определенный плод, оно его делает таким образом, ну, многие, допустим, растения, которые мы едим, допустим, да, оно делает таким образом, это самое растение, чтобы его, этот плод, содержащий семена, кто-то съел и, соответственно, распределил дальше, да, то есть, поспособствовал его выживанию в других, да, то есть, удаленно от материнского растения. И, соответственно, плоды не рассчитаны на то, чтобы они удержали долг, будучи зрелыми. Я вам даже больше скажу. Плоды вообще не рассчитаны для употребления раньше того, как они созрели. И у наших предков еще дохристианские времена, да, то есть, которые сейчас стали христианскими, вроде, как будто бы, да, то есть, христианизировались праздники, так называемые Спасы, да, ну, самое известное, яблочный Спас, да, нельзя было есть яблоки до определенного времени. Почему? Кто-нибудь пробовал, я более уверен, что 100%, пробовали в детстве есть яблоки до этого периода. Да, что потом происходит? Правильно. Правильно. А случайно это? Нет, это совершенно случайно. Да, то есть, такое древнее древо, как яблоки, прекрасно узнали, да, что надо сделать нечто, да, то есть, чтобы плоды, в которых не созрели семена, никто не захватил. Да, потому что они потом не рассеются. Поэтому в яблоках, и не только в яблоках, содержатся вещества, которые не дают возможности, то есть, которые даже если какое-то, допустим, молодое животное, которое первый раз съест, то она потом этого есть не будет. Да, то есть, ну, проблема в чем? Зрелые фрукты, овощи, они хранятся сложно, да, то есть, поэтому проще сделать их, их раньше снять, и потом сделать некое дозревание позже, да, то есть, но понятно, что биологическая ценность будет совершенно другая. Я думаю, это все понимают. Ну, соответственно, результат – дефицит внушительного списка нутриентов. Это некоторые, я сейчас буду ускоряться, потому что я понимаю, что, ну, если я так на каждом слайде буду останавливаться, это будет надолго. Изменение привычной пищевой корзины, которое, ну, очевидно, произошло в современном мире. Резкое увеличение количества углеводов свободных, пищевые муляжи, их много, ну, там, тот же пищевой муляж, там, допустим, маргарин, гидрогенизированные масла, да, мясные различные тоже муляжи, ну, и так далее, и так далее. То же самое, опять же, рафинированное растительное масло, это тоже пищевой, даже не гидрогенизированный, потому что тоже пищевой муляж. Была одна тема, да, связанная с мотивацией увеличения, ну, то есть, увеличение, резкое увеличение количества мяса, ну, одно время, да, то есть, очень было сильно. Вы знаете, когда оно произошло? Когда появилась промышленная технология выращивания мяса. Вот тогда они и появились. Слово сказать, в то же время появилась теория, связанная с незаменимыми именной кислотой. В то же самое время. Да, то есть, и об этом говорили, и о чем тогда говорили очень сильно и очень много. О том, что человек не может без мяса получить незаменимую аминокислоту. На растительную пищу, например, это невозможно. Это возможно вообще? Или нет? Как речь? Возможно. Конечно. Не говорили вторую. Сказали А, не сказали Б. Вторая часть состоит в том, что, во-первых, далеко мясо не единственный источник незаменимых аминокислот. Есть молочные, например, продукты. А второе, еще более интересно, состоит в том, что из растительной тоже можно получить. То есть, ну, только разнообразие этих растительных продуктов должно быть очень большим. То есть, это специальная, серьезная тема для разговора. Я сейчас даже особо... А, хотя, кстати, здесь, по-моему, есть. Вот. Влияние, моды, про демонизацию. Ну, демонизация тоже была. Помните, в Советском Союзе активно развивалась, разгонялась тема про холестерин, яйца и сливочную маску. Помните? Вот. Разгоняли, разгоняли, разгоняли. Я помню, появился продукт под названием рама. Помните? Да. Редкая гадость на вкус, как оконная замазка. Помните? Вот. Я помню, мама намазывала раму на вот этот вот какой-то батон, да? То есть, мы все кривились, но мама говорила точно так же кривясь, что это полезно, потому что это... Ну, правда, у нас надолго не хватило, по-моему, одной банки нам хватило. Вот, учитывая то, что у нас, ну, там, были свои две коровы, там, ну, и так далее, и так далее, да? Я, как бы, человек дикий с земли, поэтому... Вот. Ну, понимаю, да, то есть, в продуктах достаточно неплохо, потому что, ну, много чего мы выращиваем сами, и у нас почти гектара земли. Вот. Влияние модно-пищевые предпочтения, это вот вы говорили, да, то есть, по вот этому направлению, связанному с вегетарианством, с веганством. Да, то есть, и, как я увидел сегодня эту проблему, у меня лет 5-4-5 лет назад, ну, прямо вот, неким отдельным клиентским потоком пошли люди, которые лет 10, может, 12 назад подсели на тему веганства, в частности. С вегетарианцем там все более-менее благополучно, с веганством, это было очень модно, это очень было круто, да? То есть, фактически, речь шла о таком, то есть, это был идеологический посыл, не медицинский, это был идеологический посыл. Считалось, что если ты веган, ты крут, да? То есть, ну, сегодня, наверное, ну, чтобы крутым с точки зрения, там, кому-то надо быть, не знаю, какой-то не той половой ориентацией, тогда это было, да, то есть, это было про веганство на тот период времени. Вот. И в чем проблема, да? То есть, проблема в том, что им рассказали, чего есть нельзя, но им не рассказали, что вообще есть необходимо, в каких количествах, как вообще выстраивать питание в этих, ну, то есть, в этих условиях. Вот этого им не рассказали. Про нельзя рассказали, про необходимо, никто толком ничего не рассказал, да? То есть, я помню, я когда был в Индии, и мы поехали, то есть, там живут этнические веганы, да, мы поехали в их деревню для того, чтобы понять, как они питаются, так вот, процентов 30 продуктов, которые нам показывали, я даже до сих пор не знаю, как они называются. Разнообразие, ну, просто глобальное, причем большинство из них это не культивируемые продукты, это дикорастущие какие-то вещи, да, то есть, которые я, в общем, видел в первый и пока в последний раз, да, то есть, ну, они там называли, как это называется, но заполнить это невозможно. Вот, таким образом, да, то есть, появляется еще дополнительная дефицитность, и, что важно, дополнительная токсическая нагрузка, да, то есть, на наши системы, да, то есть, и, соответственно, это приводит уже к дестабилизации, ну, дальнейшей дестабилизации. Ксенобиотики. Ну, я тут не буду сильно останавливаться, да, то есть, это, я думаю, все прекрасно понимают, что современный мир, он перенасыщен веществами, ранее не встречавшихся в природе, да, то есть, и это очевидно совершенно. Стоит ли этого бояться? Ну, бояться этого глупо, как вообще, наверное, бояться просто непонятно, ну, то есть, вещей, которые, ну, на которые мы мало влияем, да, я всегда вот на смысле молитвы оптинских старцев. Вспоминают, да, то есть, и начинают, как бы, думать про это именно в таком режиме. Кто не знает, загублите. Вот. Поэтому наша задача, да, то есть, состоит скорее в том, да, то есть, чтобы вести себя таким образом, чтобы уменьшать количество поступивших ксенобиотиков, потому что исключить их в своей жизни невозможно, это очевидно. Это один момент. Второй момент состоит в том, да, то есть, вторая тенденция состоит в том, что мы можем, мы имеем технологии, целенаправленного увеличения эффективности системной токсикации. То есть, сделать их, вывести их на максимально возможный ресурс, который, в принципе, возможен для этого конкретного организма. Это мы, безусловно, можем. Это намного удобнее, чем просто сидеть и бояться ксенобиотикам. Вот. Далее. Ну, физические и физиологические факторы. Их тоже у нас много. Электромагнитное излучение. Ну, звучало уже сегодня. Да, то есть, я заканчивал Витебский медицинский университет, а на базе Витебского медицинского университета каждый год, уже более 20 лет, собирается международный форум по электромагнитной безопасности. Да, то есть, выпускаются вот такие вот глобальные, да, то есть, сборники статей на эту тему. Вот. Да, безусловно, это очень серьезная, ну, как бы, такое, серьезная нагрузка на наш организм. Можем ли мы изменить эту ситуацию? Да, в принципе, можем. Я, простая вещь. Перестаньте заряжать включенные сотовые телефоны на прикроватном столике для начала. Можно? Можно. Купите Bluetooth-наушники. Можно? Ну, касалось, не швухи, телефон не швухи, так держать. Да, то есть, но сколько, какое расстояние от базовой станции до сотового телефона, когда сотовый телефон вполне работает, может быть? Не знаете? Ну, примерно 3 километра. Плюс-минус. Плюс-минус. Это если на прямом, ну, то есть, на прямом, без домов железобетонных и там всяких и так далее. А когда Bluetooth-наушник уже не ловит телефон? На каком расстоянии? Сколько? 12 метров. 12 метров считается. Да? То есть, 12 метров, 5 метров, это надо что-то с наушниками сделать. Или с телефоном. Одно из двух. Да? То есть, ну, разницу чувствуете? Насколько мощный передатчик будет в телефоне, насколько слабый, да? То есть, в Bluetooth-наушнике. А это будет напрямую зависеть от того, насколько будет, опять же, эффективно работать нервная система, не связанная с ними. Ну, гипотинамия. Многофакторный процесс. Опять же, не буду останавливаться. Хотя дистресс, ну, еще более многофакторный. Сегодня много об этом говорилось, да? То есть, я вот по поводу успешности, так называемой, как критерии состоятельности, почему я сейчас, опять же, на этом, ну, как бы, акцентирую свое внимание. И многого за эти три дня уже об этом говорилось, да? То есть, я увидел прямо эпидемию. Как бывший психотерапевт, я увидел эпидемию, причем, большей частью, в женской среде. Когда сидит девчонка, ну, не знаю, там, в декретном отпуске или просто ходит на работу, особенно молодые, да? И вот они сидят, осознают свою собственную жизнь, заходят в Инстаграм, а там все живут как-то по-другому. Ёлки-балки, да? А я тут вся из себя с ребенком мою, там, не знаю, там, тарелку, да? То есть, а вот тут такие инстадивы. И что происходит? Это тяжелейшее психологическое расстройство. Поверьте мне, тяжелейшее. Я просто, ну, вижу, насколько это жестко влияет на жизнь людей, да? Потому что, вот, с моей точки зрения, да, то есть, надо бы еще потом, каким-то образом, чтобы появились какие-то хейтеры, которые эти инстадивы будут снимать тогда, когда они об этом не знают. Да? И рассказывать об их жизни тогда, когда, ну, то есть, о тех аспектах, которые они не выкладывают в Инстаграм. Для чего? Не для того, чтобы как-то их унижать. Нет. Это то, чтобы подключить остальных, которым они исходят. Да? Потому что, оказывается, они окажутся такими же людьми, которые просто находятся в Инстаграм. Ну, и умеют там что-то делать. Ну, для вас это уже, честно, не сильно актуально, не так понял. Про Инстаграм, да? То есть, у нас пока еще это работает. Ну, и тяжелейшая вещь, которая, ну, к сожалению, опять же, тоже произошла. Слава Богу, не настолько серьезно, как в целом в мире, да? То есть, это разрушение предельственных ценностей. Это, кстати говоря, продолжается до сих пор ситуация, да? То есть, ну, в наших, в общем-то, на наших славянских территориях эта ситуация начинает откатываться все-таки к истокам. Меня это очень сильно радует, да? Для того, чтобы мы все-таки не скатились до полной разрухи, да? То есть, ну, понятно, что много утеряно, много чего можно сейчас восстановить. К слову сказать, восстанавливать сейчас, опять же, многие ругают информационную технологию, но восстанавливать, имея в руках информационную технологию, проще, да? Это, безусловно, доступность информации выше. Вот, важно, как бы, опять же, да, то есть, как эта информация, в каких объемах и кем подается. Вот. Ну, результат – это, в первую очередь, разбалансировка систем интеграции. То есть, тех систем, которые создают наш организм как целостную систему. Ну, результат подобных факторов. А что надо? Насоку пить квадратно. Смотрите, это некоторые, ну, скажем, некое статистические данные, да? То есть, я, опять же, обратите внимание, девятый год, почему я за девятый год даю, я сейчас потом современный еще тоже покажу, да? Потому что до 2009 года несколько по-другому была нарисована статистика медицинская. Потом, когда появился МКБ-10, вот, там все стало очень неочевидно. Настолько неочевидно, что это надо было очень сильно сломать себе голову для того, чтобы, опять же, вернуться к подобному роду предоставлению информации. Это причины смертности, если в целом взять, да, то есть, за 2009 год, это заболевание сердечно-сосудистой системы, первое место онкология, травмы. И, обратите внимание, на четвертом месте так называемые гетерогенные причины. Что это значит? Это смерть в результате лечения или медицинских вмешанностей различного рода, да? Вот. Ну вот, да, то есть, понимаются неблагоприятные последствия лечебных, диагностических и прочих процедур, врачебные ошибки и прочие-прочие. Я, к слову сказать, не потому что врачи плохие, глупые и так далее. Это системная, к сожалению, проблема, это проблема системного кризиса в Сибири. Ну, та же самая, а, это уже 2001 год, а, что-то нет, здесь еще где-то источник был. Обратите внимание, в Соединенных Штатах Америки гетерогенные причины вышли на первое место. То есть, получается, что в 2001 году главной угрозой гражданина Соединенных Штатов Америки была медицина Соединенных Штатов Америки. Прикольно? Почему так? Ну, в первую очередь, потому что, кстати говоря, статистика Соединенных Штатов Америки с точки зрения медицины и биологии одна из самых правдивых, я так думаю. Потому что, если все то же самое посчитать в других странах, я думаю, ситуация будет не более радужная, скорее всего. А так, все остальное то же самое. Ну, Германия. Ну, тут гетерогения сместилась как бы на третье место по очень простой причине. В Германии травмы, ну, то есть, гибель от автомобильных аварий значительно меньше, чем в других странах. Силу особенностей регулирования, да, то есть, силу дорог и так далее. Поэтому, не потому что у них врачи хуже, да, то есть, потому что у них травм меньше. Это вот современные данные, да, то есть, современные данные, ну, как современные, видите, разница 2000-2019 год, это вообще, это со средним, в странах с уровнем дохода выше среднего. Это мы, да, это выше среднего. Вот, ну, видите, да, то есть, ишемическая болезнь сердца, инсульт, ну, прочитали, да, но я, как бы, это не для запоминания, это просто как бы современные данные. Теперь давайте, опять же, попытаемся это все как-то привязать, ну, скажем так, к причинным фактам. Ну, вот, смотрите, первое, второе, шестое, седьмое, восьмое места. По большому счету, речь идет об обменных заболеваниях. Видно хорошо, да? Ишемическая болезнь сердца, инсульт, сахарный диабет, да, то есть, гипертензивная болезнь, болезнь антигемия, другие виды деменции. По сути дела, это все обменные заболевания, да? Вот, то есть, связаны либо с дефицитом, либо с избытком определенных веществ в питании, либо, точнее, скажем, с сочетанием дефицита определенных веществ с избытком других в питании. Ну, вот, важнейшие дефициты с точки зрения вот этих заболеваний. Дефицит магния, селена, витамина группы В, ну, это к вопросу о гипомагниевая, да, то есть, например, теория развития атеросклероза, например, да? Процедант на развитие теории развития болезни Лейцгеймера и прочее, прочее, да? То есть, это вот к вопросу о том, как это связано, да, то есть, с дефицитами. Омега-3, ну, и так далее, да, то есть, что в свою очередь приводит к развитию вот этих вот состояний, которые у нас на первом, втором, шестом, седьмом и восьмом местах. Ну, опять же, избыток пищевых малюжей, тишка, это трансизомер жирный гислот, да, то есть, маргарина те же самые. Перегрузка эндокринной системы, об этом сегодня было, да, то есть, извращение реакции на инсулин. Это то, да, то есть, это те факторы, да, то есть, которые, собственно, приводят вот в этой структуре смертности к, ну, вот, на первом, втором, шестом, седьмом, восьмом места. Гиподинамия, ожирение и дистресс. Вот это, собственно говоря, обославливают вот эти места. Далее. Четвёртое, девятое место. Опухолевой процесс. Да, то есть, причины, как я их вижу в данном случае, да, давайте я сейчас всё напомню. Смотрите, высокая токсическая нагрузка. Веществами, мутагенами. Это раз. Дефицитность, которая приводит к нарушениям систем детоксикации, кстати говоря, иммунологического контроля за онкоклетками. Каждый, в норме, каждые 11-12 минут в нашем организме появляется онкоклетка. Да, то есть, она должна была, должна быть опознана, как таковая, и уничтожена специальная клетка, которая называется клетка натуральной киевы. НК-клетка. Иммунодефицитное, опять же, состояние, которое приводит не только к снижению активности контроля за потенциально появляющимися онкоклетками, но что, с моей точки зрения, намного тяжелее, да, то есть, это то, что на фоне иммунодефицитных состояний у человека появляются не острые, а хронические, а хронические, многие десятилетия проходящие воспалительные процессы. Эти воспалительные процессы приводят к активному делению клеток, если это на эпителиях, особенно касается эпителия, да, то есть, а соответственно, чем чаще клетка делится, да, то есть, в данном случае она не, ну, то есть, она не должна делиться с такой скоростью. Воспаленные эпителии, да, то есть, он всегда делится намного интенсивнее. Что это значит? Это значит, что клетка намного чаще показывает весь свой геном, разворачивает лаевой ДНК, да, то есть, и таким образом мутагены значительно более вероятно могут повредить этот геном. То есть, мутагенный эффект увеличивается в организме при хронических воспалительных процессах. Я думаю, все знают, да, что человек, имеющий хроническое воспаление толстого кишечника, желудка, шейки матки и так далее, значительно более склонен к развитию онкозаболевания. Это очевидно. Причина, одна из причин, это иммунодефицитное состояние. Слово сказать, да, то есть, вот по поводу дефицитности по отношению к системной интоксикации, это касается не только детоксикации по отношению к веществам, попадающим из вне. Крайне тяжелая ситуация обстоит как раз в том, что организм современного человека, в частности, женщины, да, то есть, тупо не способен вывести собственные половые гормоны. Просто не способен по целому ряду причин. И это, в свою очередь, приводит тоже к онкопатологии, причем в очень широком таком диапазоне диагноза. Вот. Что еще интересно, да? Интересно то, что большинство современных методов лечения онкологии сами по себе являются онкогенами. А что еще важно понимать, да, то есть, что онкологическое заболевание считается, да, то есть, времен онкологии первичным процессом. То есть, не следствием, а первичным процессом. И получается, что, а в натуропатии, да, то есть, онкология считается симптомом, а не первичным процессом, да, то есть, нам пытается, нас пытается убедить, соответственно, в том, да, то есть, что онкологические, онкологические заболевания являются так называемым спорадическим, случайным событием. То есть, вдруг возникла мутация, и тут вот как бы что-то такое произошло, организм его не словил, и вдруг вот произошла онкология. Бывают ли такие процессы? Теоретически бывают. Теоретически это возможно. Но это погрешно статистически скорее, да, потому что другие онкологические процессы, подавляющие большинство, да, то есть, понятно, какими предпроцессами формируются. Они четко, ясно, регламентированы. Вот, и поэтому думать о том, что если мы сейчас просто тупо уберем опухоль саму, и это есть лечение заболевания, нет. Это мало чем отличается от того, что человека заболело головой, он выпил 2-3 рамона, и голова какое-то время перестала болеть. Ничего ведь не изменилось глобально, просто убрали симптом. Другой вопрос, надо ли это делать или не надо это делать, да, то есть, это уже зависит, ну, как бы, от общей стратегии, с которой человек будет решать свою проблему с онкологией. Да, потому что часто так происходит, что надо. Ну, сейчас не тема про онкологию, это вообще тема такая стрёмная, по-моему. Далее, значит, ну и третье место – хроническая инструктивная болезнь легких, да, то есть, которая, ну, третье место – много. Ну, вот это я вижу как основные, да, то есть, причины. Ингаляционное воздействие, опять же, иммунодефицитное состояние, да, то есть, те процессы, которые приводят к развитию, опять же, обратите внимание, сколько словов дефициты, 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 обменные процессы, дефициты, обменные процессы и так далее. Просто очень много. Ну, инфекции нижних дыхательных путей, опять же, те же вторичные, модефицитное состояние. В данном случае, да, то есть, я написал понятие, да, то есть, есть такое понятие, как оси кишечной, оси кишколегкие, да, то есть, наконец-то, да, то есть, тема оси кишколегкие пришла в пульмонологию не так давно, кстати, когда совершенно, то есть, этому знаменательному процессу чуть менее 20 лет, когда вот это вот словосочетание стало более-менее адекватно восприниматься пульмонологией, да, когда признали вот эту вот ось и, соответственно, начали об этом говорить. Да, то есть, ну, я думаю, вы прочитали дальше, что комментарии излишне. А, ну, это еще к вопросу, да, то есть, изменения микробиологической составляющей. В общем, ну, как бы, вкладе, да, то есть, вот, если взять все инфекционные процессы, которые мы болели нашим, допустим, да мы даже сами еще в юности и сегодня, да, то есть, очень сильно все поменялось, очень сильно. Да, то есть, рост разнообразия различных антибиотиков привел, что на первые места начали выступать вирусы и грибы, да, причем грибов сейчас выдавить из организма становится, ну, как бы, очень, ну, это такая очень непростая задача с ней, ну, как бы, требуется время и усилия, и определенные серьезные изменения образа жизни, питания и так далее. Вот, и это тоже накладывает определенный отпечаток, да, то есть, на то, что инфекции нижних дыхательных путей, да, то есть, сегодня сложнее лечится, да, то есть, и, соответственно, вероятнее приводит к развитию смертельных исходов по отношению к ним, потому что с бактериями было бы справиться проще, чем с вирусами грибы на сегодняшний день. А, ну, вот это вот как раз то, о чем говорил коллега передо мной, да, появление ранее неизвестных человечественных возбудителей, ОРЗ, да, то есть, ну, и других, что-то у меня влезло, вот, и других заболеваний, да, то есть, опять же, про их рукотворность с высокой степенью вероятности это так, как это влияет лично на нас, рукотворные они или нет, да, в общем-то, никак. А, глобально не влияет, да, то есть, мы можем просто признать, что это рукотворный вирус, но это просто говорит о том, даже если он был бы природный, да, то есть, все равно мы на это не влияем, какой он, да, то есть, мы очень хорошо влияем на то, как мы его встретим во всеоружии или в развале, да, то есть, вот это очень важно. Ну, по поводу ятрогении, да, то есть, почему, с моей точки зрения, ятрогения становится реальной угрозой, да, то есть, подмена понятий, да, то есть, создание лжеоксиомов, очень много, очень много, я вот только что про онкологию сказал, не буду повторяться, да, то есть, просто попытка сказать, что онкологический процесс есть первичный процесс, да, то есть, это значит исключить из сознания, да, то есть, всю остальную цепочку, которая будет привела, или, там, попытки лечить, я не знаю, там, аллергию антигистаминными препаратами, да, то есть, говоря о том, что аллергия – это некая субъектная часть, да, то есть, которая, вот, надо ее точечно вот здесь вот задушить, да, то есть, это, ну, как бы, это тема, да, то есть, которая в сознании у врачей очень жестко, к сожалению, сегодня сидит. Я уже говорил вчера, да, то есть, про врачей, про работу с врачами, вот, те люди уже, те специалисты, которые уже это, ну, как бы, перепрожили, да, то есть, с ними можно дальше работать. Те, которые живут в этой парадибии, в этой матрице, очень сложно с ними. Разделение врачей на узкие специалисты, как следствие, очень сложное, да, то есть, видение, ну, то есть, практически его нет, видение чего-то как целого процесса, как целое целостное организм, это становится очень и очень сложно. Даже если доктор имеет и понимание, и желание это сделать, да, то есть, в рамках некого рутинного приема у него нет ни времени, ни возможности. Поэтому я врачам, вот, часто, когда врачебные конференции особенно провожу, да, то есть, где я вынужден говорить о тяжелых вещах, связанных с современной медициной, да, то есть, я говорю так, что, ребята, вот, когда все по отдельности, вы такие кусочки, все классные. Но когда вы все собираетесь в поликлинику, да, и все садитесь на свои места, в эту систему, да, то это какой-то трэш, да, то есть, эта система перестает работать. А вот когда у вас каждого по отдельности, да, то есть, вот, поговорить, все молодцы, да, то есть, я, опять же, поэтому, это претензия не к личности, это претензия к системе, да, это претензия к системе, которая и результирующим является вот эта вот ядрогения. Мотивация на высокобюджетные виды медицинской помощи, еще отдельная тема. Я когда начал в свое время, лет 15 назад, каждый месяц ездил в Польшу консультировать монахов сначала, ну, монашек, если будет точно, в женском монастыре, да, вот, и, соответственно, тогда уже начал понимать, что это тут не то в Польше. Потом, когда начали обычные люди, поляки, приходить, я убедился в том, что, ну, совсем все не то, почему. Они такое среднее количество операций, три, вот я потом посчитал, да, то есть, а то и пять операций, удаленные органы и так далее, и так далее, я не мог понять, в чем дело. Потом оказалось, что это очень хитрая система строковых компаний, которая зашла на Апольский рынок, да, то есть, и доплачивала в системе за то, что они отправляли на высокобюджетные методы помощи, да, то есть, и, как бы, это длилось почти 15 лет, да, наоперировали все, чего могли уже, все, кто хотел куда влезть со скальпелем, все влезли. Боли про гмазии, еще одна тяжелая, тяжелая тема, это одновременно назначение пациента трех и более препаратов лекарств. Почему я говорю про три боли? Вот есть очень часто встречающиеся такая, как это, возражение, когда говорят, вот смотрите, лекарства, они все глубоко изучены, там вот такая вот инструкция, в конце которой всегда написано, что одним из побочных эффектов может быть смерть, вот, но она написана не потому, что они настолько опасны, да, то есть, что убивают людей, нет, ну, написано, в большей части для того, чтобы, если человек от чего-нибудь умрет, чтобы к этой самой фармкомпании было меньше претензий, просто, вы бы не списали, видите, смерть, видите, видите, все, все хорошо, вы были предупреждены. Но фишка в другом, фишка в том, что если вы возьмете любую инструкцию к лекарству, то вы увидите, что изучается само лекарственное средство и возможное взаимодействие в парах. Видели? При взаимодействии с тем-то, то-то, то-то, при взаимодействии с тем-то, то-то, то-то. Найдите мне любую, хоть одну инструкцию, где будет написано троечка хотя бы, три лекарственных препарата между собой. Вы не увидите их. Почему? Ну, просто даже с точки зрения медицинской статистики, результаты уже непредсказуемы. На теоретическом уровне, на практическом, еще все сложнее. Даже на теоретическом уровне предсказать результат сложнее. А сколько вы знаете пациентов из вашего окружения с хроническими заболеваниями, которые пьют три и более лекарственных препаратов одновременно? Подавляющее большинство. Предсказать, что с ними произойдет, мы не можем. Можем только наблюдать. Поэтому полипрагмазия – это один из механизмов хитрогении, обязательно. Невозможность в короткое время оценивать применение лекарства вакцин. Почему, опять же, про лекарства и вакцины, в отличие от натуропатии, теми веществами, с которыми мы сегодня работаем, существуют на планете миллионы лет. Те вещества, которые продаются в аптеках или, не дай бог, подкалываются внутрь, не дай бог, новорожденным детям, они появились относительно недавно. И какие последствия будут, мы не знаем. В среднем, если посмотреть на статистику, около 10% разрешения на продажу тех или иных лекарственных средств отзывается в среднем в год. То есть по причинам, в первую очередь, несопоставимы между результатом и побочными эффектами. Это значит, что через 10 лет 10%, ну то есть уже почти 100% лекарств докажут свою опасность. Такова статистика. Но об этом, опять же, не говоря. Фиксация внимания на симптомах. То есть, соответственно, на решении... С точки зрения задачи, медицина видит подавление симптомов. Протоколы, да, протоколы пишутся не специалистами, врачами самостоятельно. Протоколы пишутся под диктовку в большинстве своем. Вот. Кто когда-нибудь был на международных форумах узких специалистов, мне случалось это делать, и в Германии, и в Турции. Да, то есть, я просто когда заезжал на этот форум, да, то есть, и видел главный постер, я понимал, кто оплачивает всю кухню, да, с самого начала. И чьи препараты по итогу этого форума европейского, да, то есть, будут в протоколах европейских специалистов. Это было сразу понятно. В основном Гидеон, Рихтер, конечно. Итак, это, это было про, это было, собственно говоря, про то, где мы сейчас живем, да, то есть, вот такая терапевтностровка, в чем, в каком процессе мы сейчас находимся. Соответственно, противовес, да, то есть, медицины управления болезнью, есть медицина управления здоровью. То есть, то, о чем мы говорили до этого, это медицина управления болезнью. Я думаю, вы это все прекрасно понимаете. Нужна ли, кстати говоря, медицинное управление болезнью? Конечно, нужна. Да, только она не должна быть единственной в своем роде, да, то есть, она должна быть частью реальной системы здравоохранения, а не здравоохмурения, как я говорил, да, уже. Вот. Итак, что есть лечение, да, то есть, лечение, это вот Гиппократ говорил, есть путь к исцелению, то, о чем мы говорили, вот только что, да, то есть, когда мне встречаются пациенты, я их называю очень глубоко загугленные пациенты, да, то есть, которые уже все знают про свои болезни, они были у всех своих, у всех специалистов, которых только они могли быть, они все перечитали, да, то есть, и они приходят такие, знаете, спонтанно, начинают, а вы вот знаете этого специалиста? А вот такой вот препаратик знаете? А я последние лет 10 вообще принципиально название, фирменное название лекарств не запоминаю. Мне жалко забивать мозги, мне намного проще взять телефон, посмотреть действующее вещество и все, да? И я их послушаю, послушаю, да, то есть, и через работу с возражением мы-то и выходим на ключевую фразу, которую я им говорю. И знаете, ребята, вы так много знаете про свои болезни и вообще, да, вот про вот это и все, что с ними связано, поэтому на будущее, пожалуйста, когда вы начинаете что-то делать со своим организмом, да, то есть, подумайте о двух вещах, вы увеличиваете количество здоровья или просто убираете симптомы? И вот если это будет даже капелька привлеченного здоровья, делайте, я буду только за. А если будет просто отсечение симптомов, ну, 10 раз подумайте, надо вам это делать. Ну, это общие постулаты, да, то есть, в которых я, по сути дела, уже рассказал. Я просто сейчас буду пытаться ускоряться, потому что, да, уже, наверное, все устали, часть совсем уставших уехала. Вот. Так. Ну, то есть, дальше я обычно рассказываю, если уже, как бы, да, говорить о этой идее, да, то есть, рассказываю в целом о понятии саногенеза, да, то есть, механизм создания здоровья, о том, что это мощная эволюционная система, да, то есть, которая создавалась миллионы лет, да, то есть, по сути дела, наша задача всего лишь за ними следовать, да, то есть, не пытаться их изменить, не пытаться что-то придумать, да, то есть, да, там, вот, часто про тот же, там, те же программы, там, та же ЖКТ, да, то есть, как бы, по большому счету, я думаю, вы понимаете, я ее и не придумывал, да, то есть, я просто взял физиологию пищеварения и наложил на физиологию пищеварения наши продукты. Вот и все, да, уже все в этом мире давно придумано, и, слава богу, не нам, ну, потому что не нам за это нести ответственность за физиологию человека. Механизм построен на очень простых и понятных ресурсах. Барьеры, система интеграции, да, то есть, система защиты, система детоксикации и прочее. Вот, это те ресурсы основные, да, то есть, которые нам необходимы для того, чтобы, собственно говоря, системы сохранения здоровья были эффективны. Барьеры, макрокомпоненты, микрокомпоненты пищи, да, то есть, минимальная возможная токсическая нагрузка, либо увеличенная система, ну, то есть, увеличенный ресурс системы детоксикации, ну, и, безусловно, мотивация, которая, как я согласен, да, с предыдущим лектором, должна закладываться с рождения, да, мотивация и понимание должно закладываться прямо с самого рождения. Что такое тогда хроническое заболевание с точки зрения оздоровительной медицины? По сути дела, да, то есть, это результат длительного перенапряжения систем саногенеза. Безусловно, часто еще и в результате дефицита ресурсов, да, вот, и, соответственно, как следствие, это переход организма в состояние защиты. Состояние защиты реализуется через специальный механизм, который называется симптомом. Таким образом, получается, что, особенно первично происходящие симптомы в организме, оздоровительная медицина расценивается как позитивный акт, да, который, по сути дела, и, соответственно, задачу по удалению проявлений симптомов мы не ставим. Это не значит, что мы должны обрекать человека на то, чтобы он этот симптом чувствовал. Это совершенно не значит. Это значит, что организм мы должны вернуть в то состояние, куда у него не будет потребности формировать симптомы. Ну, условно, человек весит 200 килограммов, да, то есть, ему можно, и у него, в частности, гипертоническая болезнь. В силу очень большого, опять же, периферического сопротивления крови при таком давлении, плюс гиподинамии и так далее. Мы возвращаем ему более-менее стабильную массу тела, возвращаем ему физическую активность. Потребность организма повышать артериальное давление отпадает сама собой. Понимаете, да? Или как вопрос про так называемое бесплодие, да, то есть, человек пьет жуткие программы по ЖКТ и беременеет. С какого перепута? Мы ему что, лечили бесплодие? Нет. Мы просто сняли некоторые вопросы, связанные с интоксикацией, да, то есть, мы перевели работу иммунной системы в штатный режим функционирования, хронический воспалительный процесс стал меньше, трубы стали проходимы, и это одни из механизмов, которые привели к перепись. Там более сложные механизмы все же. Вот. Активно проявляющие симптомы, да, имеют всегда позитивную цель. Это к вопросу, например, артериальное давление. У человека, опять же, там, лишний вес, с проблемой, да, то есть, с адекватностью структуры сосуда, да, то есть, организм повышает давление. Почему? Точнее, для чего? Для того, чтобы обеспечить кровотоком, да, то есть, в этих условиях. Человек начинает есть таблетки от давления, результат какой? Переход высокоспецифических тканей, таких как мозговая ткань, сердечная ткань, ткань почек, в рубцовую. Почему? Потому что рубцовая ткань значительно меньше потребляет кислорода, в отличие от тех, которые я назвал. Вот и все. Да, то есть, и чем больше человек будет так, в кавычках, лечиться, да, тем больше он будет подвергаться склеротическим процессам. В наиболее, ну, скажем, важных, с точки зрения, точнее, в наиболее, ну, как бы, зависимых от активного кровотока систем. А потом человеку просто ставят тут те или иные явления склероза. Да, то есть, нервная система, сетчатка, глаза, почки, сердце, вот эти там. Ну, если организм проходит точку невозврата в тех или иных процессах, то мы видим другие немножко симптомы. Это симптомы, которые говорят о том, что у нас, ну, допустим, у пациента отключена некая функция. Ну, например, желудок был воспален, он очень долго был воспален, да, то есть на первых этапах человека било изжога, ему все болело, потом у него как бы изжога уже стала менее актуальна для него, да, то есть просто побаливало, а потом вообще почти ничего не происходило, а потом через некоторое время он просто у него отрыгается тухлым. То есть отрыжка тухлым уже не несет позитивной роли никакой. Это просто следствие того, что желудок из стерилизационной стал гнилостным в станции. Да, то есть вот и все, вот этот симптом появился в другой соседине. Важно понимать, да, то есть что хроническое заболевание не приходит откуда-то, просто является проявлением снижения здоровья. Сейчас это не про хроническое заболевание. Соответственно, с идеологической точки зрения, да, то есть надо, с моей точки зрения, разобраться, что такое организм с хроническим заболеванием. Либо это не какая-то странная, да, то есть безумная система, которая требует управления, жесткого, да, то есть либо это мудрая, но система, которая старается сбалансироваться через свои механизмы здоровья, да, то есть использование симптомов. Тогда что такое диагноз? Да, то есть это описание того, как болеет организм, да, то есть или это описание того, какие механизмы здоровья ослаблены. И в результате, да, появляется защитная реакция, которая уже видна как хроническое проявление заболевания. Сколько времени? Ну, то есть не опаздываю. Да. Спасибо. Двадцать пять минут пятого. А, всё, отлично. Детка потрягаешь, что жена еще нервов. С моей точки зрения диагноз должен строиться из двух понятий, да, то есть какие механизмы ослабли и в результате этого что происходит в организме. Тогда, с моей точки зрения, диагноз становится полным. Да, потому что когда мы просто в диагнозе пишем, ну, постфактум, что уже, как уже человек болеет, этого очень мало для того, чтобы понимать, что с этим делать. Это просто очень мало. Далее. Да, то есть если говорить о хроническом пациенте, да, то есть это фактически вот такие качели. Да, то есть это качели. И получается, что если мы работаем с болезнью, да, то есть в рамках идеологии медицина болезни, да, то есть, то мы видим только вот эту часть сюжета. Вот тут мы ничего не видим, мы только здесь. И что мы можем сделать? Вот тяжелое заболевание, да, что мы можем сделать? Мы можем попытаться приподнять эту чашу. Ну, и толкать ее вверх, короче, все время. Ну, рычаги в школе учили, а вот так мне легче рычагом подтянуть. Да? А можно вот так и тут уменьшить, и тут нагрузить. Можно? Ну, имеется в виду, да, то есть для того, чтобы здоровья было намного больше. Понимаете, в чем разница? И когда мы наблюдаем ситуацию только вот таким вот образом, все, вот тут ничего не вижу, да, то есть вот в таком вот режиме функционирования, к сожалению, мыслит сама система здравоохранения. Она мыслит только таким вот сюжетом. Составить ее мысль по-другому я, честно говоря, не вижу больших возможностей на сегодняшний день, да. Поэтому я лично, когда я это понял, вот, не сразу. Мне понадобилось примерно 12 лет работы в Минздраве в качестве ведущего научного сотрудника, да. Вот. В рамках этой работы ко мне обратилось много чиновников от здравоохранения, да, то есть мы все подходили как будто под копирку с одним и тем же такой присказкой, да. Слав, только никому не говори, что я к тебе пришел. Потому что вот нельзя, да. Корпоративная этика, да. То есть к врачу, занимающему здоровьем, обращаться не ни. А к профессору, который занимается болезнью, это вот очень даже нормально. Абсолютно. Вот. Далее. Тогда что такое лечение, да, то есть это подбор управления симптомами или все-таки восстановление механизма самогенеза. Скорее, то и то. Да, то есть если мы опять же видим, хотим видеть медицину целиком, то мы должны понимать и одно, и другое, да, потому что бывают ситуации, когда человек пришел на таком уровне своих заболеваний, когда требуется и управление болезнью тоже. Это можно делать и натуропатически, но есть ситуация, когда речь идет о реанимации, и это надо делать фармакологически, да. То есть то, чтобы человек просто выжил. Чуть не все укладывается. Еще одна особенность, как бы, меньше отношения к нитрициологии и времени, да, потому что это тоже важно, потому что есть большая разница с точки зрения работы с симптомом, и с точки зрения работы со здоровьем. Ну, да, у каждого параметра есть рамки своих физиологических колебаний. У меня там есть еще видео было, но я его стерпу как, потому что, ну, долго, да, то есть рассказывает. Давайте, может быть, лучше она есть, с точками быстро, лучше то видео порисуем. Очень быстро, да. Смотрите. Опять же, зачем я сейчас это рисую? Для того, чтобы у нас было в основании того, почему наши программы реабилитации занимают некое значимое влияние. Вот, потому что люди, которые к нам привыкли, как вы сказали, за счастливой фасолинкой? Волшебной... 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 почему процессы реабилитации здоровья занимают определенные... Так, если, ну, скажем так, представить себе некий физиологический параметр, ну, вот, мы говорили про давление, давайте про давление, бог с ним, не важно, да? У этого физиологического параметра есть определенные, ну, скажем так, рамки, да, физиологические, в рамках которого он может колебаться в условиях обычной жизни. То есть, вот мы по лестнице идем, например, давление поднялось, да, то есть, легли поспать, упало, да, то есть, и это все, ну, обычные рамки физиологические, вот эти вот физиологические колебания. Обычная вещь. Далее. В случае каких-то экстремальных ситуаций организм может вполне способен и выйти, ну, за пределы этих физиологических колебаний, что не является тоже, грубо говоря, ну, глобально, не является патологией. Совершенно не обязательно, да? Если это кратковременные какие-то эпизоды. И здесь, кстати говоря, очень важно сейчас это будет рисовать, ключевым моментом является не конечный показатель, да, то есть, если взять вот майник, а место прикрепления этого майника к основанию. Как он прикреплен? Так вот, смотрите, в случае есть, да, то есть, этот показатель будет длительный период времени находиться за пределами физиологических колебаний, ну, при той же гипертомической болезни, то со временем точка крепления будет смещаться. и тогда, если мы видим вот здесь вот этот вот майник, да, то есть, тогда точка крепления может быть вот здесь. То есть, грубо говоря, когда мы убираем таблетки, да, и этот майник повисает сам по себе, он повисает постоянно повышенным артериальным давлением. Что мы тогда будем делать? Мы пытаемся протолкнуть его, ну, не мы, да, то есть, современная медицина пытается его проколкнуть назад, сюда. Человек пьет таблетки, говорит, прикольно, я пью таблетки, у меня давление нормальное. Вот тут у него нормально, у него вот тут ненормально. Потому что, когда он перестает пить таблетки, что происходит? Ну, то есть, он же оттуда полетит. Опа! Не знаю, синдром отката. Да? То есть, отменили таблетки, симптом стало больше, чем был. Почему? Потому что у него точки крепления вот здесь. Вот. Поэтому, когда мы говорим о работе со здоровьем, со здоровьем, мы вот на эти размахи обращаем внимание, но не фиксируемся на ней с точки зрения деятельности. С точки зрения деятельности мы фиксируемся вот здесь. Но тут возникает момент. Время, на которое, которое ушло на смещение этой точки крепления, сопоставимо с точкой, в смысле, с временем возврата назад. И то, не факт, да? Не факт, что назад произойдет. Возможно, точка будет где-то здесь. Потому что есть люди, которые прошли свои точки невозврата, и у них все равно это навсегда остается слабым местным. Не факт, что патологии, но слабым местным. То есть, грубо говоря, этот маятник повиснет вот где-то здесь. Не тут, а где-то здесь. То есть, при каких-то экстремальных ситуациях, у него более вероятно, что давление подскочит. Болеет ли он? Нет, он не болеет. Это его слабое место просто. поэтому мы всегда говорим о том, что один год болезни, один-три месяца реабилитации. То есть, это не равно время, это сопоставимое время. Поэтому это важно понимать, с точки зрения нитрицологического подхода. Это пару слов буквально о аллопатической медицине, для каких целей она создавалась. То есть, чуть более 100 лет назад и необходима была для фактически военно-полевая медицины. Если бы, кстати говоря, или не было, то Первая мировая война закончилась бы особо не начавшей всего того, что начали применяться совершенно другие виды вооружения. По сути дела, массовое поражение, автоматическое оружие, пулеметы, ствольно, точнее, ствольно-заряжаемое, казенно-заряжаемое артиллерие. И, соответственно, если бы этих людей, раненых и пораженных, не ставили назад в строй, то Первая мировая война закончилась бы в силу отсутствия людей, кто собирался бы воевать. задачи, вот очень важные, восстановление здоровья, профилактики, не ставить. В Советском Союзе, я вот сейчас на коридоре как раз цитировал, то есть один из моментов, связанных с концепцией, то есть развития медицины, там было написано, что социальная медицина ставит своей целью сохранение работоспособности населения в рамках работоспособного возраста. Точка. Понятно? Да. Все понятно? Да. Не надо требовать от системы, которая заточена под другое, то есть функции для нее не свойственны. То, что делаем мы, делаем мы. И медицина в том виде, в котором она создана, она этого делать не обязана. Совершенно. Да? То есть мы создаем сегодня совершенно другую идею концепцию. Что на сегодняшний день? Да? То есть то, что я уже говорил, что более 80% препаратов пьют не раненые и пораженные, а хронически болеющие, не пьют их от симптомов. Протоколы обдиктуются фармкорпорациями, выгодоприобретателями, главными, а не специалистами. То есть все, кто с этим не согласен, объявляются юридиками. Легко и просто. Процесс этот начался в 1906 году. То есть химическими компаниями Рокфеллеров и Ротшильдов. Ну, если будете. А если еще самый первый документ, который впервые прозвучал на эту тему, это был 1901 год. Вот эта система оттуда. Рота. Слово сказать, достаточно долгое время, почти до 20-х годов, 20-го века, существовало две школы. То есть та, которую мы фактически сейчас только на другом уровне развития цивилизации практикуем, и химическая, вот эта вот медициналопатическая. Но хватило чуть более 20-ти лет, да, то есть почему? Потому что именно Клав Ротшильдов Рокфеллеров финансировал в полном объеме развитие университетов, которые как раз занимались преподаванием малопактической медицины. И абсолютно как бы не финансировали другие альтернативные образовательные модели. Все. То есть прошло два поколения, да, и система фактически приказала долго. Что такое алопатия на сегодняшний день? Вот. Те организации, которые мы считаем независимыми, типа ВОЗ, CDC, это компания контроля за заболеваемостью в Соединенных Штатах Америки, по сути дела стали частными лавочками. То есть они имеют частное финансирование. Хотя ВОЗ, по идее, обратите внимание, исходя из документов, должен финансироваться из бюджета ООН. Но де-факто главным на сегодняшний день финансистом ВОЗ является Мелинда и Билл Гейтс. Да? Билл Гейтс. Да, Мелинда и Билл Гейтс. Вот. Вот такая вот хитрая штука. То есть это главные бенефициары вакцинации от COVID-19, условно сказать. Как-то так. Ну, вы это дело на себе испытали, как ВОЗ способна влиять на жизнь на деятельность людей даже в России. У нас вот что-то Александр Жегорович как-то не сильно поддался в эту тему. Да? То есть у нас все работало. Как-то так. Абсолютно все работало. А здесь я помню в Казань прилетел и попытался пообедать. Я бы еще с боем пробивался в кафе потушить. Потому что отдайте от... Даже не хочу вспоминать. Вот. Очень активная пропаганда генетических причин большинства заболеваний цивилизации. Замечали? Да. Атероскероз генетическая, онкология генетическая, да? Сахарный аутизм генетическая. Сахарный диабет генетическая. Как вам? Прикольно? Главное с указанием генов. Какой конкретно ген, да? То есть что там, какой белок этот ген транслирует? Это же прикольно, да? То есть причем самое смешное, что да, это этот ген, да, и он этот белок транслирует. Вопрос другого. Как вы думаете, за последние 30 тысяч лет как изменился целым геном современного человека? на сколько процентов? Как думаете? На 0 процентов. На 0 процентов, да? Я думаю, вы прекрасно понимаете, что и по сравнению с нашими предками второго поколения, бабушками, дедушками, тем более никак не изменились. Если мы говорим о том, что эти заболевания имеют генетический характер, то как тогда, если мы никак не поменялись генетически, объяснить пандемическое распространение этих заболеваний. Но явно же не генетически это возможно, потому что мы не меняемся. Абсолютно. причем наука, которая занимается изучением влияния на гены, то есть на геном микроокружения клетки, вот эта наука, она максимально блокируется. Потому что естественно, стало уже понятно, это все абсолютно даже на обычной человеческой логике абсолютно становится понятно, что вопрос не в самих генах. То есть вопрос в том, что клетка попадает в определенные условия, которая включает или выключает телеэнерген, которые и до этого всегда были у человечества много, миллионов, тысяч лет до этого. Вот эта наука загоняется под лавку и делается лжевая наука. То есть хотя написано уже глобальные книги на эту тему, какие вещества называют активарцитехнили геном, то есть вопрос не в мутации генов, вопрос в том, в какие условия попадает клетка. Еще одна тема это трансляция эффекта нацебо. Слово плацебо все знают, я думаю, а слово нацебо знаете? Нам в институте не преподавали. Я сейчас знаю почему. Потому что это фактически тот же плацебо со знаком минус. Я с этим сталкиваюсь часто, особенно знаете, самая большая работа у меня бывает как раз с беременными, которые пришли ко мне после женской консультации, где им рассказали, как может быть плохо проходить их беременность. Может быть это, может быть это, может быть так, может быть сяк. То есть, роды могут проходить таким плохим способом, и таким плохим способом, и это просто караул. Такое впечатление, да, то есть, иногда возникает, а я когда вот задаю вопрос иногда, ребята, а зачем вы вот это делаете? С какой целью вы вообще, ну, как бы, а чтобы они делали, выполняли наши рекомендации. Ну, вот такая логика, да, то есть, такая логика. Эффект нацеба очень сильно проявляет себя в отношении программирования хронически болеющих пациентов о том, что их заболевание неисцелимо. А, это сахарный диабет, ну, все. А, это онкология, ну, это смертель. А, это у вас повысилось давление, вам всю жизнь пить давлетки от давления. Ну, что-то такое, да? Вот, это эффект нацеба. Система, которая вкладывает в мозг человека неисцелимость заболевания. Ну, давайте простой социальный, социологический тест. Первая ассоциация, которая у вас возникает со словом хроническим. Важность. Всю жизнь. Точно. А мы уже договорились, да, что хронический это просто баланс между механизмом здоровья и болезни. Вот и все. И вопрос, только вопрос, мы наложим чего-то там на здоровье и сделаем его крепче, или на болезнь сделаем его крепче. Там было что-то про неисцелимость? Нет. Ничего не было про неисцелимость. Это баланс. Здоровье-болезнь, здоровье-болезнь, здоровье-болезнь. Там, да, вот и все. Но если мы убеждены в том, что ассоциация с хронической неисцелимостью, то все, привет, это и есть эффектноценный. У человека в сознании будет, мы то, во что мы верим. Система этим занимается постоянно. Вот это меня отпешивает периодически. Да, это тоже такая тема. Педагог есть? Есть, да? Вот. Представьте себе ситуацию. Вы пришли в школу, к вам пришли шестилетки, они умеют говорить, немножко что-то калякать, да, то есть даже может кто-то умеет немножко писать, даже считать, да, то есть и вы начинаете их учить по методикам, все классно, все классно. Вот вы знаете, вы классный педагог. А к 11-му классу они разучаются, разучаются вообще говорить. Как вы себя будете чувствовать как педагог? Хреновенько, да? Вот так чувствуют себя врачи, которые работают по протоколу, а почему-то эти пациенты все болеют и болеют, болеют и болеют, еще сильнее болеют, да, то есть еще вдруг помирают, а ты делаешь все по протоколу, да, то есть и по отношению к себе. Помните, вчера я рассказывал про свою коллегу, я еще с ней не закончил, да, вот, этот форус, вот, но это реально так, и вот такое, такое получать, или, допустим, мы пойдем к нищему, который сидит около чего-нибудь там, да, и просит, спрашивает, как у вас насчет финансовой грамотности получится, а к врачам идем, да, почему альтернативы нет, к сожалению, и мне больно за врачей, да, поэтому у меня в команде их много, то есть приходится с удовольствием с ними работать. Это к вопросу, может быть, или по-другому, может быть, по-другому, вот, Япония, да, средняя продолжительность жизни в 20-е года прошлого века, 40-го года. В 40-х сделаны важные решения. Личная ответственность граждан реализуется за счет специальной тарифной сетки оплаты труда. То есть, грубо говоря, если ты японец нормальной массы тела, у тебя оплата за труд там 1200 иен, а если ты, я извиняюсь, толстый, 800, например, да, вот, ну и так далее, да, то есть, есть специальная тарифная сетка оплаты. То есть, где учитываются так называемые управляемые причины здоровья, в ВОЗовской есть таблица управляемая причина здоровья. По этой таблице, собственно говоря, и ведется тарифная сетка. Куришь, еще меньше зарплаты. Не болел год, еще больше зарплаты. Ну и так далее, да, то есть, таким образом прививается, у нас это не работает, сразу говорю, со словами, это вообще не работает. это работает с Азией, да, то есть, с Азией, это работает, ну, то есть, у людей, у которых есть особенности, они очень классно могут делать рутинные вещи, да, то есть, ну, у них есть сложность с творчеством, ну, она очевидна, да, то есть, мы японцев знаем как кого? Как людей, которые сохраняют традицию, да, то есть, возьмите этот образ и сделайте его правильно, то есть, я ничего нового не придумываю, понимаете? Сохранение традиции, я ничего нового не придумываю, поэтому они берут технологии изменения и делают их очень хорошо, за что я езжу, люблю ездить все время натоять, да, много лет, раз, да, вот, далее, роль государства с точки зрения здравогоохранения, обратите внимание, где здесь медицина, не очень много здесь медицины, чистая вода, керамический водопровод, да, то есть, это было сделано в 47-м году началось, как бы, строительство, да, то есть, они, как люди, крайне целесообразны, человек на 70-80 процентов состоит из воды, да, да, давайте сделаем всю воду в Японии чистой, давайте, да, 70-80 процентов каждого японца чистой, нормально, нормально, да, все как бы понятно, да, то есть, это вот вопрос о том, как японцы подходят к производству чего бы то ни было, да, если вы возьмете, залезете под Тойоту, это я мужчинам говорю, да, то есть, вы не увидите ни одной экспериментальной деталюши, если вы залезете под твой званин, будете долго искать, что же здесь привычного, да, вот, потому что там будет сплошная инновация, которая будет все время ломаться, да, то есть, вот в этом особенность, да, это все диалоги, далее, дифференциация, но я уже написал, да, то есть, это в первую очередь переносит степень ответственности за здоровье человека самого, не на систему, да, разработанных собственных протоколов, ну, и, соответственно, пропаганды, это то, что лежит на государстве, вот результат, 60-й год, средняя прогноза 65, 70, сегодня 82, и 3, при этом, кто был в Японии, были в Тренинге, типа, скученность, урбанизация, жуткая, да, то есть, там, стресс-генность, жуткая, вот вам средний прогноз жизни, если, как бы, управляются, технология есть, то есть, работает технология управления здоровьем, а не болезнью. Вот, как я вижу сегодня, место аллопатической медицины в современном мире, ну, вот там, стационарная, военно-полевая, скорая, медицина, где нужно, чтобы очень классные специалисты работали, которые очень хорошо понимают, что они делают. это очень нужно, очень, да, но надо понимать, что есть еще другие вещи, которыми надо заниматься. Ну, аргументов, да, то есть, как вы понимаете, много на тему, ну, то есть, против нутрициологического подхода, где не будут делать, не будут заниматься, собственно, здоровыми годами, дорого они работают, бездоказанно, я не верю, ну, много, знаете, да, но с другой стороны, вы прекрасно знаете, уже и по себе, и по другим, да, то есть, что эти аргументы, ну, они, ну, это частное мнение людей, но де-факто, да, то есть, ситуация на современном рынке, да, то есть, совершенно другая. И есть и объективные причины, это были субъективные, да, то есть, объективные причины, как я их вижу, это отсутствие системной знаний у людей, да, то есть, и в частности, у специалистов, которые должны отвечать за здоровье. Сложная процедура патентования натуральных средств происхождения, почему я об этом говорю, потому что фармакология, по сути, держится на патентах. У них очень маленькие, себестоимость препаратов, очень большая стоимость. За счет этой дельты, да, за счет этой дельты, между себестоимостью и ценой, они могут спонсировать ВОЗ, ассоциации врачей, и так далее, и так далее, за счет этого, собственно говоря, и держится система. На турбатическом подходе так не бывает. Нельзя вырастить курицу по цене кубика калина-бланка. Не получится. Не получится. Соответственно, ну, таким образом получается, что наша маржа, грубо говоря, на которую мы живем все, да, все живем, она несопоставимо меньше, чем фармакология, да, то есть, поэтому мы можем работать, почему я, опять же, в том числе, и перестал заниматься с менздравом, эти темы, хотя, меня двигали туда, давай через менздрав, давай через мендрав. Да, то есть, я понял, что сверху она не двигается, она двигается только снизу. То есть, он соцсован, туда, да, то есть, когда нас станут, станут многие миллионы, вот тогда там и зашевелится система. Пока, а если мы пытаемся зайти сверху, это бесполезно абсолютно. Да, то есть, развитие эффекта, которым мы занимаемся, то, что я говорил по времени, то есть, оно отсрочено. Соответственно, для того, чтобы получить этот результат, нужно достаточно серьезно поработать с человеком, чтобы он его осознал. Это тоже объективная причина торможения. Ну и, соответственно, если мы работаем, то мы автоматически снижаем емкость финансового рынка. Это тоже понимают люди, которые этим финансовым рынком управляют. Это закон Паретта по поводу того, да, то есть, что нужно делать для того, чтобы быть здоровым. Это уже мы сегодня уже обсуждали, неоднократно. Да, то есть, если мы хотим быть здоровыми, то по закону Паретта 80% усилий мы должны направлять именно на здоровье. И 20% возможным нам проявления заболеваний, если они нам сильно мешают. И то не факт, совершенно. Как я вижу, отдаленные результаты реализации идей медицины здоровья. Значительно более высокая, как видите, степень ответственности людей. То есть, мы это видим в данном случае на своем собственном примере. Снижение эффекта выгорания врачей. Очень я этого хочу. Честно. То есть, я думаю, коллеги со мной согласятся, что так только мы начинаем практиковать метрициологические подходы, вот эта вот тема с безысходностью, что бы я ни делал, ничего не происходит, она из души постепенно выпадает. Это очень классно. За это я пьюсь со своими коллегами внутри своей карманы. Соответственно, как следствие, возврат положительного имиджа медицины. Потому что и медицины в целом, потому что сегодня есть положительные имидж отдельных специалистов. Хотелось бы, чтобы вся система работала. То есть, ко всей системе относились люди, в общем-то, с должным уважением. Снижение финансовой нагрузки из государства. То есть, из каждого гражданина. Естественно, меньше болеющих людей, меньше нагрузки. Увеличение продолжительности активной жизни. Ну, и как следствие, остранение от управления тенденциями в медицине фармкартерии и возврата их к специалистам. Я считаю, что это очень-очень важно. И так, мечты. То есть, мечты о будущем, как я их вижу, если мы будем двигаться дальше. Во голове угла в медицине стоит здоровье, а не болезнь. Организм воспринимается как целостная система не просто на уровне декларации, а на уровне протоколов. Специалист сам является образцом подражания, мотиватором, как это было и есть на сегодняшний день с врачами, тем же Амосовым, который сохранял работоспособность и эффективность до очень-очень глубоких лет. Вот так должно быть с моей точки зрения. Высшее образование, особенно в медицине, должно однозначно избавиться от тестовой системы приема знаний, которая лишает вообще специалистов возможности и умения думать клинически. И это крайне опасно. Кстати говоря, отсутствие клинического вымышления при тестовой системе приема знаний тем же вашим ЕГЭ, нашим ЦТ, и все остальное это один из простых способов продвижения в систему лженаук. Очень простой способ, потому что человек не может фактически объективно о чем-то думать, у него нет возможности. То есть его никто этого не учил. Диагноз опять же состоит из двух частей. То есть это механизм улетения здоровья и соответственно каких-то средствий защиты симптом. Симптом понимается как защитный механизм и несущий позитивную роль. Лечение строится на философии оздоровления, где контроль за симптомами является целью процесса. Обучение правилам сохранения здоровья, то, о чем мы говорили, начинается с дошкольных учреждений. Цель государства в этой системе контроль качества продуктов питания, экологической обстановки чистоты воды, деурбанизация, охрана института семьи и брака и государственная идеология направлены на развитие традиционных ценностей. Как я вижу, обратите внимание, здесь практически ничего нет про медицину. Я считаю, что это важно, что государства должны заниматься именно этим, а не просто тупо брать и сказать, сколько вам надо денег на медицину. Столько? А чем будет заниматься этой медициной? Болезнь? Ну, как-то неинтересно. Ну, это мои мечты. Это мои мечты. Как я вижу, почему я сейчас о них говорю, потому что мы все с вами здесь этим сейчас занимаемся. Да, то есть, и чем больше нас будет таких здоровых, крепких, умных, финансово обеспеченных, способных, в том числе с финансовой точки зрения развивать систему каждую свою, да, тем больше вероятность, что мы к этому придем. Обратите внимание, что наши дети с раннего детства являются адептами этого подхода. Да, то есть, дети каждых из наших дистрибьюторов тоже таковыми являются. мы уже это делаем, не надеясь ни на государство, ни на кого, да, то есть, я это говорю потому, что я никогда в жизни не рассматривал наш бизнес просто как способ зарабатывания денег. Для меня это битва. Я считаю себя воином на этом пути, да, до чего и вам желаю. Потому что эта битва, она длиной в жизни. То есть, я понимаю, что каждый день, когда я это делаю, да, то есть, я воин на тропе войны. То есть, я туда иду. Для меня это, ну, как бы, такой важный способ поддержания внутренней энергии для того, чтобы двигаться. Ну, и, наконец, это общий принцип, да, то есть, общий принцип метрецологический, принцип ABCD, активность, строительство, чистка и прямое управление. Активность, билдинг, пилинг, пилинг. Вот. Ну, это такое, как всегда, любая классификация просто нужна для того, чтобы где-то упорядочить какие-то свои мысли, да. Вот. Активность. Ну, то есть, речь о физической активности и активной позиции жизни. Билдинг. Строительство. То есть, это восполнение дефицитов, которые нам не хватает. пища, почему не хватает, обсуждаем. Да? Очистка или очищение это мероприятие по недопущению в организм токсических веществ и увеличение способности организма к их выведению, потому что не допустить вообще у нас нет возможности. Ну, и прямое воздействие, то есть, это воздействие уже на отдельная система, на отдельные, возможно, какие-то механизмы, да, то есть, хотя, опять же, все это очень условно. например, продукт Локла. Давайте. Скажите, для того, чтобы выпить продукт Локла, нужно проявить активность? Да. Нужно заключить соглашение, взять денежку, пойти на сервисный центр, купить его, потом его открыть, потом его насыпать, потом его размешать, потом его выпить. и догнать его потом через некоторое время еще стаканчиком воды. Да? Активность есть? Есть. Скажите, это восполнение дефицита чего-нибудь? Да. Конечно. Да? Это очищение? Да. А прямое воздействие на какую-то систему есть? Условно. Понимаете, да? То есть, это я взял просто продукт. Вот один продукт, да, то есть, он удовлетворяет всем четырем принципам. Совершенно спокойно. Вот. Ну, обычно мы, ну, как бы, вот этот вот этот принцип, его можно, ну, очень по-разному, да, то есть, по-разному его интерпретировать, но это общий принцип такого оздоровительного подхода.